60 тонн спирта и миллионы акцизных марок. Накануне российские полицейские закрыли очередное подпольное производство алкоголя, на этот раз в Сибири. За последние месяцы от отравления суррогатами в стране погибли десятки человек. Причем большинство купили горячительное в магазинах и были уверены в его качестве. О том, как не закончить отдых на больничной койке, мы поговорим с нашим корреспондентом Кристиной Трушиной и заведующим отделением реанимации медицинского дисстационара Александром Коневым. Гость беседует с нами из студии на Московской. Кристин, первый вопрос к тебе. Ты собрала информацию. Скажи, почему иногда медики бессильны помочь при отравлении? Дело вот в чем. По статистике почти 98% пациентов действительно погибают еще до госпитализации. Просто-напросто вещества из суррогатов обычно очень быстро попадают в кровь, разносятся по всему организму. И на оказание помощи обычно есть всего лишь примерно полчаса. А дальше такие, ну, наверное, банальные способы, всем известные, как промывание желудка, вызывание рвоты, может быть просто бесполезно. Хорошо, Александр Сергеевич, скажите, а что делать, если все-таки отравился? Если наступила потеря сознания, сопровождающаяся тошнотой рвоты, то первое, что нужно сделать, это, конечно, обеспечить проходимость дыхательных путей. То есть нужно уложить человека на бок, по возможности вывести язык вперед. Понятно, Кристина. А можно отличить алкогольное отравление от пищевого? Вот в том-то и дело, что это довольно трудно сделать. Дело в том, что легкая степень отравления поначалу очень малозаметна, ее довольно легко спутать с обыкновенным опьянением. А дальше у человека может уже снизиться давление, участиться пульс, он может вообще потерять сознание. Александр Сергеевич, расскажите, что еще может случиться? При несвоевременной оказании медицинской помощи вследствие отравления метиловым спиртом наступает смерть от чаще всего острой дыхательной недостаточности, ну а при отравлении тиленгликолем острой почечной недостаточности. Эксперт говорит про метиловый спирт и тиленгликоль. Что это? Как правило, это основные вещества, которые чаще всего входят в состав суррогатов, и обычно достаточно буквально 5-10 мл на целую бутылку, и человек будет отравлен. А распознать их в составе можно? Есть признаки? Это сделать довольно трудно, но разве что может выдать чуть более резкий запах. Иногда даже акцизные марки очень виртуозно поделаны, что даже вот, ну никак не отличишь. Конечно, несмотря на это, эксперты все-таки советуют покупать алкоголь только в крупных магазинах и не делать этого с рук или через интернет, например. Спасибо. У нас в студии была корреспондент Кристина Трушина. Вместе с ней и врачом-реаниматологом Александром Коневым мы говорили о том, как избежать алкогольных отравлений.